Дорогие друзья! 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 Закончить будет досрочно Потому что очень неудобное положение у Игоря Очень неудобное Мышцы ног сильные, еще и спина подключается, когда тянет И, в общем-то, шею передавить можно очень легко Есть даже прием удушающий бот Да, я был прав, был прав, потому что на самом деле Положение очень тяжелое Если руками труднее, конечно, душить Но ногами с мощной тягой спиной Практически стопроцентное удушение Неожиданно очень, конечно, боксер Делает подсечку классную Выигрывает удушающим приемом, видите Поднимает руку судья в ринге Николай Кулик Поднимает руку Курманова Итак, мы имеем первого победителя рейтингового боя Мурат Курманов, бокс победил Вот мы смотрим, сейчас другой немножко ракурс План, план как раз, вот мне очень интересно Вот она есть подсечка, классная Просто как на тренировке положил Просто как на тренировке И немножко не хватило просто умения добить Это атака Игоря Вот удары по затылку, они чувствительны, но они как бы не смертельны И вот я свалил Свалил, но, к сожалению Вот, посмотрите, свалил и пошел Пошел на Мурата и попал между ног Голова просто сам, просто сам отдал голову Да, не повезло Не повезло немножко Игорю, но Есть банальная фраза Спорт есть спорт Как бы имеем Не только специалист, но и долго лет Вот, хорошую фразу сказал Мурат Хорошую А интервью, кстати, берет, если вы не узнали Интервью берет наш первый чемпион мира по ультимативным боям Вот он, Олег Токтаров, который уехал в Америку И стал первым русским чемпионом В версии UFC Поздравляю Мурата Поздравляю Мурата Действительно, хорошее начало Наверное, есть будущего этого спортсмена Хоть он уже достаточно в возрасте Но думаю, что у него есть Итак, мы имеем первого победителя Боксер Мурат Курманов Выиграл у борца классика На самом деле Игоря Ахметова И вторая пара Рустам Талибов Карате Коксенкай Вячеслав Орехов Самбо И дзюдо Ну, Рустам Талибов, я думаю, тот, кто смотрит наши кассеты программы И первый день смотрел Его представлять особо не надо Он участник всех наших чемпионатов И даже первый день дрался На 30 апреля А вот Орехов Вячеслав Это дебютант Ну, вот идет Талибов Я расскажу более подробно сейчас о Талибове Он чемпион России по карате Коксенкай В своей категории весовой Чемпион Дагестана По карате Коксенкай Тоже в своей весовой категории Очень красиво дерется Чистый ударник Очень техничный Один из самых легких бойцов вообще Вот в российской версии По боям без правил Вот его противник Вячеслав Орехов Который представляет Самбо и дзюдо Он мастер спорта по самбо Мастер спорта по дзюдо Достаточно опытный боец Участник чемпионата Азии По боям без правил В 1996 году в Казахстане И даже в Турции Дрался по этим же боям Чемпион турнира памяти Андреева под дзюдо Ну в общем-то Он должен составить достойную конкуренцию Талибову Бой будет достаточно интересным Потому что один яркий ударник Я бы уже говорил Что Талибов дерется чисто В своем каратеском стиле Не унифицирует Что называется Очень многие спортсмены У нас как бы унифицируют правила Уже ближе Получается что Не чисто свой вид спорта представляет А получается что уже Ну есть определенные уже Наработки Талибов дерется всегда в своем стиле Орехов я еще пока не видел Сейчас мы посмотрим Что нам может показать Орехов Но думаю что Он сможет противостоять Талибову У него есть шанс выиграть Я бы сказал так 50 на 50 этот бой Вот стоит Талибов Талибов очень всегда Да так Эмоционально приветствует Зрителей всегда Если побеждает Так же эмоционально Их тоже приветствует Проигрывает Ну умеет и проигрывать Он проиграл на моей памяти Но очень-очень Волевой спортсмен Талибов Ну посмотрим Посмотрим Так Какой-то танец исполнил Орехов Видимо не знаю Что это значит Может ритуал такой у него Так проверил Талибов По лоу-кикам в бедро Посмотрим Судя по стойке Умеет бить Умеет бить Вячеслав Потому что хорошо держит руки И защищает Вот видите Челюсть правой рукой Интересно Чья эта девушка Так болеет Талибову или Орехова Думаю потом мы увидим Вот еще раз А Талибов он молодец Он молодец Он не идет в руки Бьет Бьет Проверяет лоу-киками Бьет в ноги все время Пытается сбить Я думаю что он готовит Атаку руками на самом деле Ну видимо Вячеслав Понимает это Понимает Он отошел Порвал дистанцию И решил начать все сначала Атаку надо готовить Это все спортсмены знают Пока Пока ни один спортсмен Не идет в атаку Это такие действия Как больше Вот Талибов Талибов Ага Разозлился Разозлился Орехов Видимо достал его Талибов Все-таки ударом Лоу-кик под коленный изгиб Видимо достаточно чувствительный был Я смотрю И пошел И пошел Пошел Орехов в атаку Пошел Прижал к сетке Ну вот сейчас посмотрим Сможет ли борец Положить каратиста И завершить Бой в парке Каким-нибудь болевым Или удушающим Нет Талибов расперся Очень здорово Смотрите Видите Левую ногу выставил Уперся Вот Талибов Хватается за сетку На самом деле Вот правильно Подходит Сергей Соклаури Убирает руку Нельзя хвататься А вот эти удары Хоть они и не концентрированные Но очень чувствительные По затылку Очень чувствительные А Талибов здорово бьет Очень здорово бьет Свободный удар Такой хлесткий получается Посмотрим Сможет Положение сейчас У Талибова В общем-то проигрышное У Орехова выигрышное Сможет он его использовать Или нет 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 Не смог Не смог Ушел Талибов Вывернулся Я уже говорил Что очень верткий Очень верткий спортсмен На моей памяти На первом чемпионате Он уходил с таких болевых Что невозможно просто Было просто представить Что это как бы Человек может такое сделать Ну что Все начинается сначала Все начинается сначала Опять исходное положение приняли Посмотрим Посмотрим Кто Кто пойдет в атаку сейчас Талибов Талибов пока не идет Просто Пытается Лоу-киком отвлечь Я думаю Вот он Нет Нет Пошел Орехов все-таки Пошел в атаку Опять То же самое Пошел руками Захват Ну в общем Грамотная тактика Чтобы не фехтовать С ударником Лучше конечно делать так Но попал в положение Спиной к сетке В боях без правил Достаточно проигрышное положение Потому что Очень ограниченная степень свободы Ушли Разошлись Посмотрим Посмотрим Вот секунданты подсказывают У нас можно В боксе нельзя У нас можно подсказывать Подсказок столько Что в общем-то Я не знаю как спортсмены Я уже запутался Кто кому кричит Ага Пошел Орехов в атаку Все-таки Опять захватил Попытка броска через голову Под садом голенью Не получилось Но 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 шею взял Очень плотно Есть шанс у Орехова Есть шанс у Орехова Задушить Талибова Удушающего Сделать Потому что Очень плотно Взята шея Посмотрите И не видно даже головы Не видно даже головы Но Талиба в таком В стиле пловца Королиста так Наносит удар Пременно руками Кого-то плывет Но шею не отпускает Орехов Не отпускает Есть у него шанс выиграть Есть шанс выиграть Есть шанс выиграть Есть шанс Одержать первую победу В российской версии Чемпионатов Нет Нет Вытащил Талиба в голову И теперь уже Орехов Уже Орехов проиграет По положению Потому что Вот это положение Оно очень неудачное Для бойца Удары сверху Нет Отжимает Молодец Молодец Отжимает Атакует Даже отжимает Рустама от себя Если бы он не отжал То Рустам бы его добился Сто процентов Тут невозможно Руками парировать Все удары Которые сверху наносятся Очень удобно Наносить удары сверху Наносят Талибов Те же удары Ну промахивается Промахивается Вот головой Головой Прошел удар головой Держит пока его Держит пока его слава Ну в общем Вот сейчас Талибов потихоньку Переломал Получается что он Что он атакует У положения сверху Он атакует И я вижу сдача Я не понял что это было Я думаю это просто Отказ к проражению боя Очень неожиданный Для меня результат А Циклаури посмотрел Сережа Что там Может быть был Пропустил удар Я думаю что не было Вот я говорил Вот как радуются Дагестанский боец Это его секунданты Очень приятно Очень здорово улыбается Очень приятный Молодой человек Да техническим нокаутом Видимо отказ от поединка Был со стороны Орехова Потому что Либо устал Либо пропустил удар Но не было болевого приема Это сто процентов Можно сказать Сейчас мы посмотрим Сейчас мы посмотрим Может на повторе Будет видно Вот Не смог бросить Здесь Не смог бросить Вячеслав Здесь Талибова Хотя вот Вот если бы бросил И упал бы В таком положении Взявся за шею Вот тогда Наверное 99,9% Его выигрыша Но Талибов устоял Может быть потому Что взялся за сетку Вот А вот это хороший перевод В борьбу лёжа И шею удачно захватил Но вот не хватило что-то Не хватило что-то Славе И не смог он сдушить Не состоялась его первая победа К сожалению На нашем чемпионате В нашей версии В российской ПВМ без правил Но я думаю Что мы еще увидим Этого спортсмена Потому что он появился Он дебютант Повторю у нас На соревнованиях Вот Талибов Видите наносит Вот если бы сейчас Его не отжал Орехов ногами То в общем-то Талибов бы его добил 100% Но грамотно Грамотно сделал славу К сожалению Все равно проиграл Не помогло ему это Итак мы имеем Второго победителя Рейтингового боя Вот он Наш победитель Рустам Талибов Представляющий Каратэку Косинкай Достойно выиграл Очень сильного Я считаю соперника Почти на 10 килограмм И не менее опытный Чем сам Талибов Молодец Рустам Я напомню Что он одержал Два боя на этом чемпионате Первый день И второй день Молодец Рустам Итак имеем Двух Двух победителей Рейтинговых боев И сейчас мы посмотрим Кто у нас будет Идти третьей парой Думаю что Думаю что это будет Да Это будет Ахмед Сагид Гусейнов Представляющий бокс И Константин Александров Представляющий джиу-джитсу Ну Ахмед Сагид Гусейнов Тоже очень известный Боец Участвовал в наших Двух чемпионатах Представить особо Не требуется На самом деле Он занимается Боевым самбо Но представляет бокс Потому что занимался Много боксом Он об этом часто говорил А вот Константин Сейчас я расскажу О Ахмеде Потом представлю Константином Александрова Значит Ахмед Сагид Гусейнов У нас в 95-м году Дошел до полуфинала В чемпионате мира Был тогда очень жесткий Чемпионат Он дошел до полуфинала Проиграл Кстати Своему одноклубнику Михаилу Илюхину тогда Вчера Вчера Подавчера Простите Он дрался у нас Альтернативный бой Проиграл Проиграл Очень тяжелый был для него бой Проиграл он Сегодня будем Сегодня посмотрим Вот Очень для меня Загадочная личность Очень для меня Загадочная личность Константин Александров Я не знаю К сожалению Он нигде у нас не проходил Я не знаю Как он Что он может Сейчас я найду Значит Он у нас представляет Александров Украину Он очень молод Я думаю Что сегодня сам молод 19 лет 88 килограмм Нет призер чемпионата Украины По боям без правил Значит дрался Дрался у нас Видимо тоже как бы Не дебютант И сможет противопоставить Что-нибудь Сагид Гусейнову Ну а Ахмед Сагид Гусейнов У нас Из Тулы Как вы знаете 28 лет 92 килограмма Чемпион российских турниров По борьбе с самбо И участник Как я уже сказал Двух чемпионатов Предыдущих По боям без правил Ну Что можно сказать О стиле Если Ахмед будет Как бы Работать в стиле боевого самбо То это очень похоже Джаурджисты боевого самбо В принципе Практически одно и то же Если нет Нет Ахмед Видимо решил правильно И правильно решил Решил Работать в боксерском стиле Вспомнить Что он умеет Боксировать Умеет фехтовать руками Очень грамотно стоит Очень Передняя рука Видите Вот передняя рука Ищет 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 все время Ищет все время Для нанесения удара И Константин Вынужден отходить Вот Ах пропустил Константин удар Вы видите Ударил ногой Опустил руки И пропустил Но тем не менее Пошел в атаку Пропустил удар На самом деле С ближней ноги Тыщиков удар Очень чувствительный Но пошел Пошел вперед И свалил Свалил Асмеда Посмотрим Может быть Джиу-джитсу Отличается Как бы умением Всегда мы это видели Хорошо делать Болевые Даже я бы сказал Не болевые А удушающие И вот я думаю Что сейчас Как раз молодой Украинский спортсмен Попробует это сделать Вот я вижу На плече Сагид Гусейнова Кровь Это видимо Кровь не его А Александрова Потому что Видимо он разбил Ему или губу Или нос Пропустил Константин удар Нет, ну атакует Значит ничего страшного Нет, атакует Видите Пытается атаковать головой Ахмедханг Очень грамотно Вяжет ему руки Не давая шеи Видите Вот вяжет руки Пропустил Не дает Но остается Свободная голова Все-таки Голова у нас есть И будет бодаться Нет, отпустил руку Отпустил руку Ахмедхан Тут же пропустил Пару чувствительных ударов Прихватил ее обратно Потому что понял Что чревато Можно так И проиграть Ни за что Что называется Но на самом деле Ахмедхан Достаточно хорошо борется Лежа Я не думаю Что Константин у него Легко выиграет В таком положении Вот он пока только пытается Очень грамотно Сагид Гусейнов Вяжет Видите Вяжет руки Отжимает голову И пока только остается Бодаться Александрову Посмотрим Посмотрим Но не готовить Я смотрю Не готовить Атаку Александров Просто Просто держит Выжидая Ждет ошибки Ждет ошибки Да Да Освободил руку Освободил Нанес несколько ударов В общем Достаточно неприятные удары В область Затылка Чувствительно Больно Не нокаутирующий Но больно Вот опять Ну вот кстати Вот так вот бодаться Как бодается сейчас Александров Это очень чревато Для самого себя Он может Тут надо бодаться С умом на самом деле Потому что он может Рассечь Об лобовую кость Так так Попытка уйти Попытка уйти Через мост Сагид Гусен Но к сожалению Он не пережал Видите Вот правую ногу Если бы он ее Убрал Вот Секундант Как раз кричит То же самое Что под него Ногу убери И тогда возможно уйти Возможно уйти Нет Но Но он избрал Другой путь Он просто встал Молодец Молодец Ахминхан Просто встал О да И пошел Пошел в атаку Пошел в атаку Чисто Удар ногой Но это в руки Это в руки Но я вижу Сильно идет кровь Сильно И вот сейчас В положении Ахминхана Ему надо завершать бой Надо завершать бой Да Да Было явно видно Что уже Александров Если бы он сейчас Даже не сдался Я думаю Что Кулик Николай Кулик Развел пар Вот видите идет Сильно кровь Но я думаю Кстати это то Что о чем я говорил Он просто Рассел себе брос Причем своими же ударами Об лобовую кость Сагид Гусейнова Он очень опасно Бодался В боксе За это даже предупреждают Потому что Сечется бровь Судя по количеству крови Ничего страшного нет Но это Рассечение брови И Николай Кулик Очень правильно сделал Я повторяю Что стоял рядом Если бы не сдавался Александров Я думаю Что он просто бы Останил бой Потому что Положение было безнадежное Стоял Смеханов Жестко сверху Наносил удар Мог нанести в любую точку Сагид Гусейнов Третий победитель нашего боя Сагид Гусейнов Который представляет На этих сторонях бокса Получается таким образом Что уже два боксера У нас выиграли сегодня Рейтинговые бои Это в общем-то что-то Вот посмотрим Вот замедленный Вот это удар первый Видите ударил Александров И опустил руки Тут же И тут же пробил Посмотрите Да Нос И тут же пробил Ахмедханову Разбил Ну вот это атака Которая в общем-то Не принесла успеха Александрову Но Очень приятно Что мы познакомились С еще одним Вот она финальная атака Видите Уже не сопротивляется Уже положение у него Вот Посмотрим сейчас Что за травма у него Не знаю Я не думаю Что это серьезное Но я очень рад Что мы познакомились Вот и да Да я был прав Видите Заклеили бровь Это было защищение брови Нет крови Было страшно Много крови Но это как бы Стандартная боксерская травма А вот так Задает вопрос Да Хороший вопрос задал Увлекался боксером Вот Это то что я говорил Да сам бы было боксером Хорошо когда умеешь бороться И увлекался боксером И в зависимости от противника Выбирать манеру боя Универсал Универсал Ну вот и ответ на вопрос На конкретный вопрос Молодец Сагид Гусейнов Поздравляем Ахмедхана Он проиграл первый бой У нас я напомню первый день Но сегодня взял реванш Реабилитировался И у нас таким образом Третий человек Есть Победивший А вот эта пара Вот эта пара Дорогие друзья Является я считаю Украшением Наверное Сегодняшнего дня Самая Как сказать Интригующая пара Это Василий Кудин Вольная борьба Ооо Вкралась ошибочка Он на самом деле Он не вольная борьба Продолжение мы извини Он греко-римскую борьбу представляет Мастер спорта По греко-римской борьбе И Джерри Харрис Который представляет карате Вот Василий Кудин Очень известный наш атлет Участник всех трех чемпионатов Без правил московских В российской версии Доходил На первом В игру проиграл На втором Не помню К сожалению забыл Но не важно Я думаю что Это сейчас не важно Я просто Скажу что это самая Потрясающая пара Нашего турнира И я скажу почему Я не буду даже сейчас Забегать вперед Если объедет об этом диктор Вы поймете Почему я Это говорю Вот видите Вышел Джерри Харрис Представляющий карате Он тяжелее Василия Кудина Почти на 20 килограмм И выше По возрасту Они 38 лет Одному 38 лет второму Но такой Башеноподобный Я бы сказал Башеноподобный Джерри Харрис Вот Он всегда вот такой Сколько я его не помню Я не знаю Слышите ли вы Диктора Но я продублирую На всякий случай На самом деле Изюминка боя в том Что Василий Кудин Майор милиции Вот я дублирую Прямую диктора А его соперник Джерри Харрис Сотрудник американской полиции И сейчас он станет свидетелями Боя Который выяснит Выявит Кто же сильнее Американская полиция Или наша милиция Вот Джерри Харрис Который меня просто Впорто впечатляет Он Вот я представляю Просто его сразу в форме Говорящим фразу Все что вы скажете Может быть использовано Против вас Но я не думаю Что Василий Кудин Испугается внешнего вида Грозного Я повторяю Он очень опытный боец Василий Кудин Я видел его И по боевому самбо На турнирах И на боях без правил Это просто голливудский кадр Из голливудского боевика Такой маленький Василий Кудин И башня И стоит башня Действительно башня Джерри Харрис Напомню Что Джерри Харрис На самом деле Опытный боец Он Чемпион мира И участник престижных боев Но посмотрим бой Сам Бац Опа Вот и все Я не успел на болевой Василий Кудин Пытаюсь перейти Потом И наносит Наносит просто серию По-моему просто Непарируемых ударов Непарируемых Да Харрис сдается Потому что В общем-то потому что Неожиданный очень бой Я не знаю сколько по времени Сейчас объявит диктор Но бой неожиданный Харрис по-моему Так Вася Настолько меньше его Что проходит просто подмет Давид и Голиаф Приходит на ум Давид поверх Голиафа А Джерри Харрис По-моему так и не понял Он вот Стоит с таким же видом Как выходил на ринг Так вот на нем и стоит А Василий Кудин Видите он еще заведен Еще заведен Он еще весь в бою Я думаю он сам не ожидал Такой победы Но сейчас нужно повторах Я надеюсь Так Сколько времени Сколько же времени Я думаю секунд 20 секунд Вот я слышу 20 секунд боя Один точный удар Решил все Один точный удар А затем серия Потрясающих ударов Василий Кудин Который заставил Джерри Харриса Капитулировать Капитулировать На 20 секунде боя К сожалению Нет вернее К счастью Простите дорогие друзья Победил Василий Кудин К сожалению Мы не увидели Просто боя Всего того Что я ожидал Вот смотрим Вот он первый удар Точно по бороде Как говорят боксеры И падение Это не нокаут Еще это нокдаун Но потом Потом идет атака Василий Кудина Попытка вот болевого Как я уже сказал И вот она Просто Я даже не могу сосчитать Сколько их столько много Что трудно сказать Сколько было 10 их 15 И все в голову Джерри Харрис Я думаю правильно сделал Что сдался Потому что да Видите Он закрывается Он понимает Что встать бы Он уже не смог Вот он красавец Василий Кудин Я очень рад его победе Что там Вася Коронный прием Вася Так Сделал коронный прием Василий Кудин И поверг Поверг своего противника Заставил его капиталировать Итак Мы имеем Еще одного победителя Рейтингового боя Им стал Василий Кудин Греко-римская борьба Это 4 боя у нас прошло И сейчас Пятый предпоследний бой Перед супербоем Мы видим пара Тоже очень интересная Джордж Чарльз Вижу И Андрей Суриков Андрей Суриков Боевое самбо А Джордж Чарльз Представляет джидо Ну в общем-то Похожие стили Очень интересно Я расскажу подробнее О спортсменах Когда они будут выходить Очень интересно Что Тяжелее конечно Чарльз Опытнее гораздо Чем Андрей Суриков Видите 110 кг он весит Андрей Суриков Дебютант Вот видите Дебютант Он никогда не выступал Именно по ямбисправил Он мастер спорта По борьбе самбо Мастер спорта Мастер спорта Мастер спорта Мастер спорта По борьбе самбо Чемпион мира Среди молодежи По борьбе самбо Призер по моему Первенства России Я видел его Одни раз На соревнованиях Видел его На В лужниках На конкурсе Супер игрушек Где он блестяще Выиграл Очень Одаренный Физический спортсмен Но Вот сейчас мы посмотрим Видите Уже стандартный ритуал Раздевания Спортсмена перед рингом Потому что Все выходят одетые Для того чтобы провести бой Более успешно Естественно Не дать сопернику Что-то захватить Снимают все Кроме трусов Уже Короткая стрижка Обязательно Уже есть стандарт Боево без правил Вот Андрей Суриков Андрей Суриков Который Представляет Боевое самбо Весит 90 килограмм 183 Рост 24 года А это Джо Чарльз Это очень интересный Очень интересный Его соперник Я уже скажу Он дрался у нас В первый день Проиграл боевому самбисту Кстати Боевому самбисту Баркалаеву И сейчас у него Есть реальный шанс Взять реванш Реванш Над боевым самбо Очень авторитетно Авторитетно Входит На самом деле Замечательный человек Добродушный Добродушный Очень Общительный Классный Просто Ну посмотрим У него Я уже говорил В первый день У него украли паспорт Когда он прилетел В Череметьево Он двое суток Ночевал В пограничной Как это называется Зоне Я не знаю Нам на лавочке И вышел на первый бой Прям Грубо говоря Оттуда мы его вытащили И он вышел И был конечно не в форме Я с ним разговаривал Потом он сказал Что да Два дня конечно Спать в таких условиях Жить не Но вышел драться Дрался достойно Был тяжелый бой Кстати после этого боя И Баркалаев тоже снялся Потому что Джо Чарльз Нанес ему Непоправимую То скажем Травму И проиграл В общем Проиграл Джо Чарльз Тогда Но сейчас посмотрим Что он покажет нам сейчас Потому что Есть у него шанс Взять реванш У Андрея Сурикова Есть Да 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 Зло 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 начал резко Хотя пропустил удар Вот пропустил удар Еще пропустил Но Очень зло начал По сравнению с тем боем Собран Собран сейчас Я понимаю Он должен Он понимает Что он должен выиграть Отыграться за все Так посмотрим Посмотрим захват Захват есть Есть Такой Получерез грудь Полузадняя подножка Не знаю Как это вызвать Прием Но Но свалил он Сурикова И попал Суриков В неудачное пока положение Потому что Я напомню Что Чарльз тяжелее Его почти на 30 килограмм И сбросит с себя Такую плиту Вот Такого шоколадного цвета Я думаю Что тяжело Вот удары ногой В голову На самом деле Очень грамотные удары Они потрясают Видите он не дает Андрею Встать Как только Андрей еще вставать Он будет его обязательно бить Чтобы он Вставил руки Да Пока Пока Чарльз Чарльз пока Вот попытка Попытка Сурикова Как бы уйти на мельницу В мельнице Свалить Чарльза Но не поднять Нет Не поднять конечно Андрею Вот такой переворот Аккуратненький И Джо Чарльз попадает В еще более выгодное положение Положение сверху А у Сурикова положение Я не скажу что безнадежное Но очень тяжелое Ему надо что-то срочно предпринять Чтобы Чтобы уйти Потому что Вот видите Видите Контролирует Контролирует Чарльз Просто Невозможно Видите Вот то что я говорил Он начинает бить в голову Как только Андрей Как только Андрей начнет Что-то делать Он будет сразу наносить удары Чтобы Андрей тут же опять Прятал голову в руки Вот Да Грамотно Ничего не скажешь Грамотно идет бой Джо Чарльз Чувствуется опыт Потому что Я напомню Что Джо Чарльз Неоднократный участник Боев Бесправил В американской версии По UFC Видите Только Вот только поднял Андрей голову Тут же удар И заставляет Андрей Опять ставить руку Вот опять Только поднял Тут же удар Нет Встал Андрей Молодец Андрей встал Может Нет Еще одна задняя подножка С падением И атака Атака Нет Пока нет Пока нет Пока еще есть шанс у Андрея Пока есть шанс у Андрея Мизерный Но есть шанс Есть шанс вывернуться Может быть Нет Не может Нет Уходит Пока Пропустил 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 Да Я думаю Что это уже Это уже Он подтащил Андрея к сетке От сетки еще Еще и руку прижал Ну да Все правильно Все правильно Я бы не сказал Неправильно наоборот, но закономерно, к сожалению. В этом бою Джо Чарльз явно сильнее. Я, кстати, поздравляю Джо Чарльза, который взял все-таки реванш, причем именно над боевым самбо. Выиграл очень, я сказал, титулованного достаточно и сильного соперника Андрея Сурикова, дебютанта. Да, Джо Чарльз одержал свою победу. Отплатил, так сказать, российским гражданам в лице Сурикова за украденный паспорт, деньги и кредитные карточки, которые у него тащили всю полностью. Визитницу со всем вместе. Вот смотрим повторчики. Видите, пропустил Чарльз сейчас удар, но Андрей не пошел дальше, он отошел. А вот этот бросок, я бы сказал, да, полусуплис. Ну и тот, и тот борец умеет сейчас бросать. Но, кстати, Джо Чарльз я напомню, вышел сейчас без кимоно. Первый день он вышел в кимоно, так легкомысленно и поплатился. А вот сейчас он вышел уже с голым торсом, как положено. Видите, достаточно легко валяет, как кеглю просто Андрея. Ну, я напомню, разница веса 30 килограмм, это очень большая разница. Очень большая, да еще помноженная на, думаю, очень сильное желание победить. Она дает, конечно, неоспоримое преимущество. Ну вот сейчас он... Я, к сожалению, не могу перевести, но сейчас Олег Токтаров переведет, что нам сказал Джо Чарльз. Я сказал, поздравляйте с успехом и поздравляю с тем, что получил деньги. Ну, вы слышали, что он сказал. Он сказал, что ни о чем думать не хочет, только о том, чтобы отдыхать и пить, гулять. Ну, он заслужил то, что сказал. Вот он отдыхать, по-моему, начал сразу же, далеко не отходя. Ну, мы поздравляем Джо Чарльза с победой, с заслуженной победой. Молодец, Джо Чарльз. Дай Бог ему хорошо отдохнуть в нашем городе Москве. Вот он поборется с руброном на руках, видимо, и будет отдыхать дальше. Дорогие друзья, а мы тем временем плавно подошли к главному событию наших сегодняшних соревнований. Я напомню, это второй день абсолютно чемпионата мира по боевым искусствам боя без правил, которые проходят в Москве. Итак, главное событие наше соревнование сегодня – супербой чемпионов. Напомню еще раз, Игорь Вовчанчин кикбоксинг и Леонардо Костелло Бранко джиу-джитсу. Я не знаю, не берусь, точнее, предсказать исход сегодняшнего боя. Единственное, что я могу сказать, я думаю, мы все будем болеть за Игоря Вовчанчина, потому что, напомню, Роберто Травен одержал победу в Лужниках над нашим спортсменом. Итак, Леонардо Костелло Бранко на ваших экранах выходит. Кстати, я заметил, единственная, по-моему, команда на всех чемпионатах – это команда Бразилии, которая выходит в кимоно. Они потом раздеваются, но выходит очень красиво, выходит в кимоно. Такой ритуал подготовки, я думаю, и настроя на бой. Вот, видите, Костелло Бранко весь уже в предстоящем событии. Напомню, что представляет Костелло Бранко джиу-джитсу. Вес его 96 килограмм, рост 183 сантиметра и 28 лет ему. Как я уже говорил, он чемпион мира 95-го года по Валитуду. Ну, так, образно говоря, Валитуда – это аналог боевых без правил, так скажем, бразильская версия. Проводится он у них тоже чемпионат мира часто. Четырнадцатый год, по-моему, перспективный очень спортсмен, он постарше Травена. И вот наш, наша надежда, наш Игорь Вовчанчин, который весит теперь уже 106 килограмм, в отличие от прошлого года 23 года. Он из Украины, город Харьков. Очень надеемся мы на его победу сегодня. Я повторяю, что мы все были разочарованы, конечно, прошедшим днем. Настраивает его секундант, я вижу. Напомню, что, кроме того, Игорь Вовчанчин, кроме того, что он чемпион мира по боям без правил в 96-го года, он стал в городе Киеве, он также является чемпионом мира по кикбоксингу среди любителей. И, насколько мне не изменяет память, провел 62 или 63 боя и в 36-ти одержал победу нокаутом. В общем-то, впечатляющее достижение, я считаю. Трудно очень сказать. Вот Игорь, перекрестившись, входит в ринг. Ну что ж, дай бог удачи, Игорь, дай бог нам победы. Приветствую этого зрителя, действительно, все мы ждем, все мы ждем этого боя. Я не знаю, вот Олег Коктаров дает свои прогнозы, видимо, на предстоящий бой. Думаю, что мы говорим об одном и том же сейчас. Да, он сказал, что у Игоря есть шанс послать Костелло Бранко в нокаут, потому что он умеет бить. Действительно, Игорь, несмотря на то, что потяжелел по сравнению с теми, с тем годом, когда он дрался у нас в Москве, должен сказать, я видел его в деле, у него остался очень хлесткий, очень сильный и точный удар. И действительно, думаю, что есть шанс у Игоря выиграть эту схватку ударом, именно ударом. Думаю, что он не изменит своей тактике, будет работать как в манере кикбоксинга, но должен сказать и о бразильской школе джиу-джитсу и вообще о бразильской школе геноборств. Это очень сильная школа, очень сильная школа. У них есть и, повторю, валютуда, и джиу-джитсу, и капоэра, так сказать, уличная драка бразильская. Ну ладно, будем отвлекаться, посмотрим бой. Я думаю, что это будет тяжелый бой, для обоих спортсменов. И, видимо, Костелло Бранко, я не знаю, какой изберет тактик Костелло Бранко, я догадываюсь, сейчас даже скажу, и не знаю, буду прав или нет, он будет бороться. Конечно, бессмысленно фехтовать с чемпионом мира по кикбоксингу, если ты вот так вот, да. И сразу первый же проход в ноги, уход от удара, проход в ноги и зацеп, так скажем, садясь снаружи, в терминологии борцовской, и Игорь, Игорь уже на спине. Игорь на спине, я не думаю, что бой закончится прямо сейчас, я повторяю, Игорь очень в любой боец, я видел его бой с Михаилом Илюхиным, нашим первым чемпионом, который здорово борется. Игорь не может бороться, но я думаю, что он может защищаться от болевых, и он прекрасно знает, что ждать от Костелло Бранко в этой ситуации. Так же, как и все остальные, он понимает, что Костелло Бранко будет идти в борьбу, будет идти в ближнюю, рвать, сокращать дистанцию, наоборот, простите, будет идти все время в захват, и будет пытаться закончить бой в положении лежа, либо удушающим, либо болевым. Задача Игоря не дать, не дать Костелло Бранко сделать это. Я думаю, что прекрасно он понимает, и секунданты будут ему подсказывать постоянно, уж подсказки я уже сейчас даже слышу, слышу вот на португальском языке, слышу на русском. Пока ничего не происходит, пока нет атаки Бранко, хоть он и свалил Игоря, и находится в атакующем достаточно положении, может атаковать вернее, он не спешит. Он не спешит, он понимает, что ему нужно... Да нет, ребята, рано браться за голову, ничего еще страшного не произошло, это только начало боя, повторяю, бой, я уверен, будет вот, 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 отлично, Игорь, отлично. Ушел, но, к сожалению, ушел не туда, не туда, ушел попал. Вот сейчас в положение попало более, более плохое положение для него, и выигрышное для Бланко, потому что, вы видите, Бланко уже запустил одну руку под подбородок, пытается вторую, вот, если он вторую запустит, в общем-то, есть шанс, есть шанс у него провести удушающий прием, но Игорь пока удачно защищается, я вижу, он, видите, контролирует, контролирует руку, Костелло Бранко так отвлекающе носит удар, чтобы, видите, носит удар, и тут же пытается, вот он, пытался просунуть руку левую, взять второй захват, чтобы, как бы, уже, уже щить, я не знаю, как по-русски, если неправильно, прошу прощения, конструкцию своих рук и сделать удушающим, но, но Игорь пока удачно, повторяю, защищается, вот эти удары наносит Костелло на самом деле не для того, чтобы повергнуть, а это отвлекающие удары, которые дадут ему шанс просунуть руку под подбородок Игорю. Игорь это прекрасно понимает, я вижу, видите, прижата плотно шея подбородок к груди, одна рука контролирует все время, и они пока, пока есть такая позиционная борьба, и слава богу, слава богу, я просто испугался, когда Игорь лег в это положение, на самом деле, несмотря на то, что Бранко внизу, вот так кажущееся такое, его положение атакующее, не Игорь, а его, он может атаковать отсюда, а Игорь не может, он только защищаться может, или встать, уйти, или перевернуться, что-нибудь, что-нибудь должен сделать, но с этого положения он ничего не может сделать, ему положение, понятно, надо обязательно, вот видите, видите, вот пытается, пытается Игорь, пытается Игорь ударами сбить, так сказать, охоту у Бранко поменять захват, чтобы пытаться выйти, ему нужно выходить из этого положения, обязательно, я повторяю, это положение проигрышное, он не может с него ничего делать, попытка есть, и сразу, ага, вот это плохо, очень плохо, Бранко запустил руку под ударовую, одну правую запустил, отлично, Игорь, молодец, Игорь срывает, срывает, достаточно легко, молодец, Игорь срывает руку, и на какое-то время мы видим, что положение перестало быть критическим, но Игорю надо уходить из него обязательно, в этом положении, повторяю, он ничего не может сделать, Бранко, ничего, а Костелло Бранко так потихонечку, видите, оплел Игоря со всех сторон, нейтрализовался и руки, и ноги, и нечем, а вот, но Игорь нашел выход из положения, он бьет головой, нет у Костелло Бранко больше рук, к счастью, он не может блокировать голову, Игорь будет бить головой, я думаю, дальше, потому что это пока единственный шанс у него поменять, это удары они несут такой отвлекающий, эти удары заставляют Костелло Бранко, срывают его атаку, заставляют менять положение, и Игорь может в этот момент попытаться уйти, уйти, я еще раз повторяю, проигрыш на Игоре положение, сейчас очень проигрыш, у него беззащитна шея, практически беззащитна, и он может пропустить захват удушающий, а вот уже когда Бранко возьмет двумя руками за шею, уйти с него практически будет невозможно, правильно, вот Игорь, Игорь молодец, видимо, или секундарь поскали, или он сам знает, он наносит удар головой, видите, и заставляет, заставляет Костелло менять, менять руки, менять захваты, сейчас он будет, видимо, и голову убирать, и есть, есть у Игоря, правильно, Игорь, правильно, вот надо бить, надо бить, чтобы Бранко, чтобы Бранко бросил захват и пытался взять другой, в этот момент Игорь может уйти, может уйти, вот слышу, слышу секундарь, Игорь на него, Игорь на него, правильно, правильно, подсказка, слышит или нет Игоря, я не знаю, но, но, но он пытается, молодец, правильно, надо бить, бить, вот так вот пропустил оператор пропустил оператор а вон зритель о какой эмоциональный побежал помогать по-моему пропустил оператора в это время реакции я понял что ушел игорь ушел игорь из положения и сейчас его его положение атакующие и и правильно и головой вот игорь головой бьет грамотно в отличие от предыдущего спортсмен пока я говорил он бьет лобовой костью а не бровями нет не будет расчет него это уже это уже опыт это приходит с опытом давай игорь давай давай придумай что-нибудь придумай что-нибудь не надо бороться не надо бороться с бранко потому что в борьбе явно он сильнее надо надо встать надо встать и бить надо встать и бить надо делать свое или вот так бить правильно опять опять перешли опять пришли в ту же картину в тоже опять игорь вообще внизу внизу ну удар наносит наносит один удар не сильный но пропускает игорь один удар сверху правильно правильно а вот я сказал Бранко будет идти всегда в захват, будет идти ему бессмысленно, бессмысленно обменить ударами с Игорем, правильно, отлично, 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 надо бить, надо бить, надо потрясать его, надо бить его в голову, можно бить в голову, в печень, куда угодно, надо потрясать, не надо давать ему бороться, надо всегда его упреждать, упреждать, между прочим, вы видите, сегодня зрители, большой коллектив, я вам скажу, что билетов, молодец, билетов не хватило сегодня, не хватило, люди покупали, люди стоят, не хватило следующих мест, пришли болеть за наших спортсменов, молодцы, Спасибо зрителям. Видите, как поддерживают Игоря. Игорь должен, Игорь должен уйти, должен встать. Игорь, надо делать свое. Вот зритель скандирует. Игорь, Игорь, Игорь. Правильно, Игорь, Игорь, вставай, Игорь. Давай, давай, Игорек. Я вижу, нет, положение пока не изменилось. Не изменилось положение в ринге. Атакующее положение у Бранко. Вот он, видите, пытается пробить Игоря по почкам. Не думаю, что у него это получится, такого положения. Тем более, достаточно мышечный корсет у Игоря, достаточно сильный. Не пробьешь его таким ударом. Так, посмотрим. Сейчас не вижу, я перекрыл судья. Не вижу, что происходит. Не вижу, что происходит. Я просто боюсь, что там есть... Нет, хорошо, нет, ничего нет. Я зря боялся. Ничего нет, ничего. Но Бланко в своем репертуаре молодец. Он четко выполняет, я думаю, указания тренера. Просто четко, потому что, я думаю, жестко сказали. Тренера знают Игоря хорошо. Его видели на кассетах, видели его бои. Игорь много дерется. Ему было четко дано указание Бланко. Только бороться, ни в коем случае не идти в обмен ударами. И, как послушный ученик примерно, он это выполняет. Вот он, да, эти удары, эти удары, эти удары. Я не думаю, что заставит Игоря сдаться. На самом деле, в боях без правил такое положение, я уже говорил много раз, оно очень-очень плохое. Эти удары сверху, если идет серия, очень трудно парировать. Даже если, как бы, не потерялся еще, но очень трудно их парировать. У Игоря пока это получается. Я не вижу, к сожалению, не вижу плохой ракурс. Должны поменять камеру. Я не вижу, что там происходит. Я боюсь, что все-таки, вот, единственное, что будет, что... Нет. Я зря боялся. Нет пока, ничего пока Бланко не может сделать. Бланко не может, простите, сделать. С Игорем пытается, попытка его, попытка его поменять, поменять тактику ударами. Ну, я не думаю, нет. Отлично, отлично. Красавчик, Игорь, красавчик. Ну и надо добивать. Надо добивать. Наносит удары в надкостницу. Очень болезненные, кстати, удары. Вот так вот кулаком в надкостницу. Очень болезненные. А Бланко не спешит вставать. Он понимает, что во время вставания Игорь может его... Игорь может его поймать на... Он будет вставать, Игорь может его поймать и ударить. И он будет сейчас лежать до упора. До упора. Я напомню, что по правилам у нас можно лежать сколько угодно. Не поднимет судья в стойку. Волен боец выбирать тактику любую. Это сейчас мне напоминает очень известный... Любители единобор знают этот бой. Это когда и каратист Иноки дрался с Мухаммедом Али. Вот так весь бой и прошел. Мухаммед Али прыгал в руку к него, а каратист лежал и отбивался ногами. Так закончилась... Это была ничья тогда, насколько я помню. Вовчанщин пытается поднять... Видите, вот такими, так скажем, пинками, что ли. Он пытается поднять бланка в стойку. Я напомню, что вот нельзя бить у нас лежащего ногами, особенно ничком. Но вот так вот поднимать, нет удара как такового ногой. Вот попытался ударить... Кстати, мог дать судья предупреждение, мог. Потому что Вовчанщин бил не касаясь спортсмена. Если бы он оперся рукой, это была бы третья точка опоры, тогда бы это проходило. А так нельзя бить лежащего ногой. Нельзя, я напомню. Мы ввели эти правила в соответствии с международными. У нас раньше было можно, сейчас у нас надо было подвести к международным. Мы это сделали. Вот зная о новых правилах, видите, Игорь не бьет ногой лежащего бранка, а пытается руками. Но вот эти вот удары по надкостнице очень болезненные. Он может отколотить ноги так, Костелло Бранко, что тот просто не сможет стоять. Часто бывает вот в тикбоксинге и в карате просто нокаут, обсуждается победа нокаутом за то, что человек... Подгибается у него нога после удара, и он не может стоять. Так, ну, Костелло Бранко не будет вставать. Я уверен, он не будет вставать, потому что любая его попытка встать закончится для него проигрышем. Просто проигрышем. Нет, нет, я ошибся. Ох ты, увернулся, увернулся. А ведь, видите, как ждал Вовчанчин, ждал Вовчанчин, когда он встанет, чтобы в этот момент начать атаку, и был у него шанс пробить, был шанс пробить. Но, к сожалению, мы видим, что Бранко оказался парнем ловким, увернулся и даже умудрился сбить обратно Игоря вниз. И положение, в общем-то, по бою не поменялось. Вот Игорь снизу даже пытается атаковать ударами, но, повторяю, положение сейчас атакующее у Леонардо Костелло Бранко. Костелло Бранко, который будет пытаться, я повторяю, всеми силами, будет вот так вот просто прилипать к Игорю и будет всеми силами пытаться провести какой-нибудь болевой прием в положении Лёжа. Нет, нет, видите, все-таки, все-таки, видимо, нет, не будет он видеть. Нет, эти удары, нет, эти удары, конечно, нет. И, видите, Игорь очень удачно так отмахивается, и эти удары очень слабые, очень слабые удары, не достигнут они цели. Я не вижу, что происходит, не вижу, что происходит. Опять Игорь встал, опять встал Игорь. Вот при реакции зрителей только можно догадываться. Я повторяю, что зрители сегодня просто, зал просто переполнен, конгресс-холл международный, просто переполнен, потому что не хватило билетов, повторяю, не хватило, пришли люди. Вот секундант Игоря Вовчанчина пытается что-то подсказать, не знаю, помогает ли Игорю подсказкой, он сам достаточно опытный, и видите, он наносит, наносит хороший удар опять на откосницу, такой плотный, заставляет Костелло-Бранко, видите, менять положение, потому что, если он не будет менять, и будет и так вот пропускать удары в ногу, я повторяю, что нога у него, Игорь отключит ему ногу таким образом. Опа, хорошо, хорошо, хорошая атака, есть шанс, есть шанс у Игоря, есть шанс у Игоря перевести, нет, уже нет шанса, встал Бранко, встал очень жилистый парень, ловкий, коленом пытается Игорь атаковать, но я повторяю, это положение уже не столь, предыдущее было просто, просто изумительное положение, мог Игорь дожать, но, повторяю, соперник силен, силен соперник, это равный бой, я повторяю, что он чемпион тоже, как и Игорь, он чемпион по валютуду, Костелло-Бранко, просто его не возьмешь, конечно, не зря этот бой, бой за, можно сказать, кубок чемпионов, сейчас положение стабилизировалось, Костелло-Бранко не атакует, повторяю, видите, он, ну, просто как вот, я бы не знал, ну, можно сказать, человек липучка такой, вот он просто вот прилипает к Игорю, и никак, нет у Игоря шанса размахнуться и ударить, то есть он бьет Игорь, попадает, но нет, нету, нету расстояния, чтобы разогнать, разогнать руку и ложиться в удар, а такими ударами, конечно, не заставишь капитулировать Костелло-Бранко, вот, кстати, Игорь держится за сетку, могут объявить ему предупреждение, что нельзя, потому что хват за сетку, как вы догадываетесь, он дает дополнительное преимущество, как точка опоры, как жесткость, нельзя, то есть увеличивает силу, и в правилах нельзя держаться за сетку, могут дать предупреждение, видите, опять он берется, могут, а я повторяю, что если два предупреждения, то, в общем-то, третий уже могут снять спортсмена по правилам и представить победу его сопернику. Держится Игорь за сетку, я думаю, сейчас будет предупреждение, не знаю, вот, не вижу, не вижу, нет, 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 предупреждения пока нет, но замечание было, замечание было, я слышал, попытка Костелло-Бранко провести бросок с задней подножкой с падением не получилось, не получилось, Игорь стоит, стоит Игорь, молодец, молодец, Игорь, устали, устали, вот я слышу, да, я слышу голос Игоря, чтобы сделали предупреждение Игоря Вовчанчину за хват за сетку, Нельзя это по правилам, повторяю Прекрасно знают об этом спортсмены И знает об этом и Костелло, знает Игорь Но бой настолько захватывает И я думаю, что, конечно, думать о том, что можно, что нельзя Просто у них нет времени Главное продержаться, главное не пропустить И выиграть, атаковать Начать какую-нибудь атаку Пока нет, я не вижу никакой атаки Пока нет ни у дома другого Это такое положение, обмена такими вялыми ударами Выжидающее Я повторяю, Костелло Бранко не дает бить Игорь хочет бить, но не может Бранко, не знаю, может или не может Но он просто не дает Игорю бить Очень сложный бой, очень тягучий Я бы сказал так вот, тягучий Потому что, ну, равные соперники Я даже не смотрю на время, я не знаю, сколько они дерутся Вот, по моим ощущениям, наверное, минут под 10 где-то Уже оба подустали А сил надо стать много Я напомню, что по правилам у нас супербой проходит 30 минут Если нет победителя, объявляется дополнительно 5 минут Если нет победителя, будет мнение судей Я не знаю, дойдет ли до этого Но вот, судя по началу боя Вот по этим, я думаю, уже 10 минутам Бой будет очень тяжелый И будет затяжной бой Будет затяжной Ух ты! Ох, если бы попал бы сейчас Вовчанщин Бранко в голову Я думаю, что исход боя был бы ясен Я бы таким ударом, по-моему, он может столб сломать Но Бранко, как он увернулся, непонятно Он даже не смотрел на Игоря, но как он успел нагнуться, я просто не представляю Просто не представляю Это феноменальная реакция Феноменальная И опять положение Но сейчас, ага, ага Игорь, Игорь внялся в этом секундарте Он дает Бранко встать Правильно Это очень правильное решение Я думаю, что единственное верное Не надо Игорю бороться Не надо, не надо бороться, Игорю Надо, надо поднимать Бранко И работать молодец Молодец, надо работать свое Он сильнее, он сильнее вот в стойке В стойке, в пехтовании ударами В обмене ударов Он сильнее, и у него есть шанс Я думаю, что большой шанс выиграть у Бранко Именно в такой В такой позиционной борьбе Ох ты, 20 минут Как пролетели 20 минут, вы слышите? Я думал минут 10 Уже 20 минут боя прошло Опять, опять, опять Так, ах, хотел Игорь ударить ногой, но вовремя вспомнил Что нельзя, могли дать предупреждение Молодец, молодец Видите, значит, голова у Игоря холодная Он думает, думает, нет у него этого Такого зашора, как мы называем Нет совершенно паники Думает, значит, видит, значит, уже думает Думает, готовит атаку Самое плохое, когда Во время боя не думает спортсмен Как бы идет абы как У Игоря, видимо Ну, я смотрю, у Бранко-то тоже, в общем-то Паники на лице особо не считается Так, спокойно отдышался Спокойно контролирует движение Игоря Пошел в ноги, пошел и прошел Прошел Бранко в ноги Очередной раз Очередной раз мы видим знакомую картину Подсос такой Так, вот Просто как чек-присоска Вроде был далеко, только был далеко Запустил руку раз и уже присосался Все уже есть Есть уже И, видите, заплел ноги Заплел ноги, заплел руки И сам не бьет И Игорю не дает Но положение-то у него выигрышное, я повторяю Он выжидает Если Игорь ошибется, не дай бог Где-нибудь сейчас В попытке уйти Либо в попытке там атаковать снизу То у Бранко есть шанс А у Игоря в этом положении нет шанса Замечательные спортсмены Просто, по-моему, гениальные И один и второй Четко держат Один понимает, как он должен драться И пытается это сделать Другой понимает, как он должен И тоже пытается И по очереди главное Что у обоих получается И у Игоря, и у Бранко Получается тактическая борьба А вот вы видите Сзади, на заднем плане Сейчас сидел Пабео Гуржель Это тренер и секундант Костелло Бранко очень знаменитый Он двукратный чемпион По валютуду По бразильскому Это очень сильный Я видел его бои на кассете Очень стильный боец Он секундирует Бранко Я слышу подсказывать Тут португальский язык Слышу Вот, и слышу Слышу голос секунданта нашего Еще, еще, еще Да, Игорь, надо еще Потому что нельзя, нельзя Вот, я понимаю, что устал Это легко говорить, сидя Вот возле микрофона Но я понимаю, что Устал, но надо бить Надо бить, надо работать Потому что я повторяю Отлично! Еще раз Игорь продемонстрировал Что он может Может уходить Очень легко ушел сейчас И давай Давай, надо Нет, опять, опять, опять Упустил Игорь шанс Нет, еще и Да, пытался, по-моему Я так и не понял, что он пытался сделать То ли ударить, то ли задушить По-моему, он сам не понял Хотя ударить, замахнулся И стал душить Надо было что-то одно делать До конца До конца Опять за сетку держатся Могут наказать за это Надо отпустить сет Надо уходить от сетки Отлично! Отлично! Но, к сожалению, переход Не очень удачный Было начало удачное К сожалению, опять Опять прижал Бранко К сетке Игоря Устали Я вижу по лицу Игоря Конечно, устали Но если прошло уже 20 с чем-то минут Вот такого боя Переменчивого Стойка-портер Стойка-портер Это очень тяжело Еще раз Еще раз Свалил Игоря Бранко в портер Знакомо Но уже как-то даже, вы знаете Не вызывает страха Это падение Игоря Вот вызывает страх Когда Бранко начинает к нему подбираться Вот так вот Вкратчиво так начинает Втягиваться к нему Когда они падают Вот у меня уже, не знаю Как у зрителей Не вызывает страха Потому что пока Игорь уверенно защищается А Бранко пока ничего Атакующего В борьбе лежа Не показал Я понимаю, что он просто выжидает Он просто ждет ошибки Игоря Игоря сейчас главное Не засуетиться И не начать дергаться Иначе может Ошибка Может на выходе отдать руку Может сделать болевой Может на выходе отдать шею Может отдать ногу Это очень Вот сейчас правильно делает Игорь Я не знаю Слышит ли он пацанского секунданта Опять же Но вот он сейчас делает правильно Он сбивает Он не выходит просто вот так вот Взять и уйти пытаться Но он сбивает просто Что происходит Что происходит Я не вижу, что происходит Судя по реакции зрителей Да, судя по реакции зрителей Игорь опять ушел И его атака Его отличная Отличная атака И еще надо Нет Нет Ушел Ушел Бранко И опять знакомое нам положение По всему бою Лежащий на спине Бранко И стоящий над ним Игорь Вовчанчин Интересно Даст Ага, вот я слышу голос Голос судей На секундомере Время Значит, время Основное время боя вышло Дорогие друзья Напомню, это прошло 30 минут Не знаю, как для вас Для меня они пролетели Просто как на арене Вот видите Сейчас будет небольшой перерыв Игорь Полоскает горло Да, устал-устал Устал Игорь Понятно Устал Бранко Тоже понятно Но Вы видите Бой На мой взгляд Инициатива, конечно У Игоря У Игоря Потому что Бранко часто остается Лежать на спине И не Он только Он не дает Игорю драться Нет такого Хотя вроде бы Положение Бранко Всегда сверху Получается По борьбе Но Это Это не значит Что он атакует Он просто не дает Игорю драться Вот тут Тоже дает ему воды Полоскает горло Одевает капу И так И так решающие 5 минут Я не знаю Что произойдет В 5 минут Но судя по Тому что я видел Боюсь Что мы можем Стать свидетелями Первого прецедента На наших боях Определения Мнения Судей Но Не будем забегать Вперед Может быть Может быть Кто-то из спортсменов Я надеюсь Это будет Игорь Ровчаншин Он решит В эти 5 минут Исход схватки Свою пользу Каким техническим действием Каким техническим действием Но Мы видим Что На данный момент Костелло Бранко Не рискует Выжидает Игорь Игорь в общем-то Готовит атаку Но не идет Но готовит Я вижу Что готовит атаку Вот он так дергает 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 Но между прочим Костелло Бранко Не дает себе Вот он пошел Пошел Я не вижу Ушла Уже по-моему Оператор даже Устал Ведь не успевает За бойцами Лениво поворачивает Или от усталости Или просто пропустил момент Между прочим Я вот по ходу боя Заметую Что Костелло Бранко Не дает себе Раздергать Игорю Вот Отличительная черта Боксеров Там Кикбоксеров Они Раздергивают человека Незнакомого С таким видом спорта И потом наносят Этот удар Бранко Не дал этого сделать Не смог его Игорь раздергать Хотя Постоянно пытался Ну вот Ну вот сейчас у Игоря Я думаю Есть последний шаг Нет Видите как 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 на салазках Отъехал Бранко В сторону Только Игорь замахнулся Но у Игоря есть Я думаю Это последний шанс Последний шанс Решить исход боя Не мнением судей А Чем-нибудь другим Его Его положение Сейчас Преимущественное Но И если он А нет 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 Вот сейчас он не послушал Секунданта И дал встать Дал встать В очередной раз Это благородно Я не спорю Но оно преследует Это благородство И тактическую цель Я повторяю Игорь поднимает Бранко Чтобы Поставить его В более выгодной Для себя положение Более удобное И привычное Вот секунданты Секунданты кричат Уже ничего не слышно Что к сожалению Зрители Секунданты Все смешалось Такой гул Что я уже Честно говоря Не слышу Ни секундантов Ни даже порой Самого себя Я не знаю Сколько осталось Время до конца Но видите Не рискуют спортсмены Одно неверное движение Может поставить точку На этом Представляете Продраться Тридцать четыре Тридцать три минуты И одним движением Перечеркнуть все И проиграть Я не думаю Что-то будет рисковать Сейчас очень сильно Очень Будут очень внимательные Нет Игорь пошел Молодец Игорь Молодец Есть Есть удушающий Есть удушающий Должен Может Нет Не может К сожалению Не смог Не смог И опять 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 дает Подняться вам Бранко Бранко уже не спешит Видимо он понимает Что бессмысленно Спешить Это для него Не выгодное положение Стойки И обмен ударами Нет Нет Посмотрите Молодец Молодец Так бодренько 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 Показал руками, что будет что-то делать А сам так отходит, отходит, отходит А Игорь прессует, потихонечку к сеточке Его прижимает, прижимает И вот сейчас надо атаковать, Игорь надо Нет, Бранко, Бранко Очень грамотно сорвал атаку Игоря своей атакой Только Игорь хотел пойти А у Бранко, по-моему, что-то там Он показывает плечо, хватается И, в общем-то, вставать не хочет Ну, спокойно, на лице полное спокойно Такое чувство, что он не дерется Супербой А просто где-то находится на тренировке Я не знаю, там, очень спокойно Но опять показывает что-то у него с плечом Может, выбил плечо, может, растяжение Не встает Бранко И, в общем-то, с точки зрения бразильцев Делает правильное свои тоже А Игоря нужно попытаться Вот сейчас положение, когда он может атаковать Не боясь проиграть Попытаться нет Опять попытка сбить ноги Но Бранко уже доказал, что ноги у него, по-моему, вообще не чувствует боли Он пропустил столько ударов в надкочницу Что я бы не знаю Я бы, наверное, уже просто ходить не смог Он спокойно встает, дерется дальше И ногами пропускает, руками по надкочнице Видимо, как это есть метода тренировки специальная, он здесь бразильская После которой можно пропускать удар по ногам без проблем Да, боюсь, что Бранко не будет вставать Да Итак, дорогие друзья К сожалению Бой остановлен Закончились пять минут И сейчас мы будем Повторяю еще раз Первыми свидетелями первого прецедента На наших боях Бесправил На абсолютных поединках Определение победителя супербоя Кстати, это первый супербой в истории российской версии, я напомню Мнением судей Пока смотрим повторы Вот первая атака Бранко такая лихая Раз, зацепчик снаружи С падением И Игорь Падает на спину Бранко сверху Но это положение опасное Вот атака Бранко Попытка атака Атаки его ударами Пропустил Игорь, кстати Пропустил Игорь Пару ударов не сильных Вот опять же попытка Тоже попытка Игоря Как бы сбить атаку Остановить Бранко ударами Попытка Бранко Поменять немножко тактику Видите И от болевых приемов Пытаться уйти к ударам Но такие, видите, Игорь легко Очень легко Видите, так отмахивается Парировать Ни один практически не попал удар Сейчас мы посмотрим А вот это А вот этот удар попал Кстати Его можно было наносить Потому что Игорь Третий Нашел третью точку опору Он коснулся ноги Косела Бранко И мог уже бить лежачего ногой Но Бранко оказался крепок Ничего не скажешь Бранко оказался Очень жилистый паренек Крепок Видите Уход Игоря очередной И так Я, в принципе, отдал бы Вовчанщину, конечно По Бранко просто не давал Итак, слушаем Три-два Победу одержал За позавчерашний, простите, день И бразилец проиграл Поединком И стал им российский спортсмен Игорь Вовчанщин Сбить атаку Остановить Бранко ударами Попытка Бранко Поменять немножко тактику Видите И от болевых приемов Пытаться уйти к ударам Но такие, видите, Игорь легко Очень легко Видите, так отмахиваются Парировать Ни один практически не попал удар Видим награждение Игорь Вовчанщина И на этой праздничной ноте Я прощаюсь с вами Желаю вам всего хорошего До встречи Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова